Утро от первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили эту склону поезды. Уже принято, уезжаем. В все число вечера за помощью к спасателям оперативного отряда обратилась 70-летняя жительница одного из микрорайонов Шенкента. Она сообщила, что ее престарелый родственник находится в запертии в квартире и долгое время не отзывается на звонки. На место спустя 20 минут прибыли спасатели оперативного отряда. Они обнаружили, что дверь была заперта на ключе изнутри, поэтому оперативники приняли решение вскрыть ее при помощи инструментов. Через 7 минут спасатели вошли в квартиру и обнаружили 76-летнего хозяина на кровати без признаков жизни. Прибывшие позже врачи констатировали смерть мужчины. Как говорят специалисты, в последнее время участились случаи смерти пожилых людей, оставшихся без присмотра. Только с начала этого года зарегистрировано 5 таких фактов. А в 2 часа ночи полицейских и спасателей оперативного отряда вызвали на улицу Перова. Здесь также родственники пожилого одинокого мужчины озаботились его состоянием. Долгое время он не открывал дверь и родные попросили спасателей ее вскрыть. Но вскоре выяснилось, что опасения были напрасными. Мужчина оказался жив и здоров и находился в гостях у соседа, где его и обнаружили полицейские. Сотрудники полиции и спасатели оформили случившееся, как ложный вызов, и покинули место происшествия. Сотрудники Альфа-Арабийского РУВД провели очередной рейд по несовершеннолетним. В течение трех часов они посетили несколько кафе, игротек и ночных клубов. Полицейские выявляли подростков после 11 часов вечера, посещающих увеселительные заведения. Уже в первые минуты рейда полицейские на одной из улиц задержали первого несовершеннолетнего, нарушившего установленный режим. Меня зовут Батырхан, я 1997 года рождения. Знаю, что после 11 часов вечера на улице несовершеннолетним ходить нельзя. Но я шел к своему другу, который приехал из Турции, забыл про время. Впрочем, не все задержанные добровольно соглашались проехать в РУВД. Некоторые, не имевшие при себе документов для выяснения личности, отказывались следовать за полицейскими. Тем не менее, всех задержанных в ходе рейдах, таких оказалось свыше десятка, полицейские доставили в один из участковых пунктов Альфа-Рабейского РУВД. Там их данные были проверены по полицейской компьютерной базе. Родителям подростков теперь предстоит оплатить денежные штрафы. Помимо этого, отпечатки пальцев молодых людей будут занесены в базу данных и, возможно, помогут позже при расследовании преступлений.